Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно 11 апреля 1945 года Комитет сопротивления немецкого концлагеря Бухенвальд поднял бунт. В результате спасти удалось более 20 тысяч человек. Сегодня в Красноярске на мемориале Победы состоялось вручение медалей непокоренной бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Дети подготовили концертную программу, а некоторые ветераны поделились своими воспоминаниями. Детям, конечно, трудно воспринять те ужасы, рассказывать о тех ужасах, но они подходят ко мне и спрашивают, неужели так было, как же вам удалось спастись. Я всегда говорю, что это мужество наших мам, наших дедов, которые были вместе с нами в концлагерях. И только это, видимо, позволило нам выжить. Хотя были, конечно, совершенно трагические ситуации, когда детей вместе с их родителями отправляли в газовые камеры. День освобождения узников концлагерей продолжился на площади перед мемориалом Победы. Школьники возложили цветы к вечному огню и провели торжественный митинг. А в памяти погибших во время Великой Отечественной войны в небо запустили белых голубей и воздушные шары. Бывших несовершеннолетних узников немецких концлагерей с каждым годом становится все меньше. Например, в советском районе их осталось всего 43. Многие из них прошли фашистские застенки еще в очень раннем возрасте. Не все помнят свое тяжелое детство и неохотно вспоминают о тех временах. Даже слеза наворачивалась. Потому что я уже об этом забыл, но мне напомнили. Это были... Ну, как вам сказать? Ну, воевали люди, да. Но у меня была возможность погибнуть больше, чем это со мной. Ну, просто повезло. Повезло.